Представьте. Смотри в камеру. Баклини Денис Петрович. Где проживаете? Город Москва. Борис Оголушка на 10. Квартира 104. Откуда родом? Город Томск. Давай мы свою стенем. Адрес? Дмитрий А2, квартира 24. Квартира 23. Еще раз расскажи, за что дойдет. Подозрение. То есть я подозреваю в том, что заказывал девушек, платил им деньги. Во время общения с ними договаривался по поводу того, чтобы они мне какую-то информацию сообщали об иностранцах, которые могли бы интересно быть Россией. В службе СВР. Для какой цели? Ну если в службе будет СВР, эти люди какие-то интересны, чтобы они могли с ними поработать. Готов был из своего кармана за это платил деньги. Ну готов был заплатить деньги. Там обещал, готов был заплатить 10-15 тысяч долларов за такую информацию. Где был задержан? Метро Павелецкое. При каких обстоятельствах? Шел под улицей. Вышел из такси и шел по улице в сторону кафе. Дальше? Шел, меня задержали. Двое человек. Часто занимался? Дважды. Два всего. Три. Да, три. Раз. То есть я общался с ними. То есть я не спал с ними. Ничего такого не было. То есть платил деньги. Все. Все. Владимир нанес девушке пару ударов и сказал, чтобы она сообщила своему агенту, что она уже ушла. После чего она сообщила агенту, что она ушла. И Владимир сказал, что проводите обыск в сумке. Когда начали проводить обыск в сумке, когда девушку все начало доставать, там находились кроссовки, косметичка, некая сумма денег в пятитысячных купюрах, за которые Владимир пояснил, что он расплатился с ней сверток с белым порошком. После чего, когда Владимир увидел деньги, нанес еще один удар ей. После чего начал все доставать из сумки, пояснил, что у нее за это большой срок, то, что проституция, хранение наркотиков. После чего Андрей отвел ее в комнату записывать ее признание на телефон. Владимир отвел меня ближе к входу, объяснил, что нужно кричать, чтобы запугать девушку. После чего Владимир уже снял на телефон, не Владимир, а Андрей все снял на телефон уже и предоставил ей бумаги для заполнения, для чего заставил Андрей или Роман, сейчас точно не знаю, как его на самом деле теперь зовут, записывал ее данные от телефона, контакты всех, все, которые там были, находились. После чего Владимир сказал, что может все это делать побыстрее, потому что он вызвал еще одну девушку. После чего, когда она все написала, все свои данные, он сказал находиться в спальне, пока он находится с другими девушками. Вот мы, я и Алексей, или Роман, ой, Андрей или Роман, точно не знаю. Признаешь ли я? За то, что задерживал девушек, да. Признаю. Я говорю, был сам в заблуждении. Руководитель пресс-службы УВД по САО, старший лейтенант внутренней службы Шифигулина Ясмин Мургаяновна. 9 августа в 1945 тежурную часть управления внутренних дел по Северному административному округу поступило заявление о 28-летней уроженке города Уфы. В ходе следствия установлено, что девушка, оказывающая интимные услуги, прибыла на вызов в квартиру, расположенную на улице Беговой. Двое мужчин в съемной квартире, представившихся сотрудниками внешней разведки, приковали девушку наручниками к батарее, начали избивать и издеваться над ней, осуществляя при этом фото- и видеофиксацию. В течение дня злоумышленники вызвали еще троих девушек, оказывающих интимные услуги. В течение суток злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию, избивали и наносили различные телесные и насильственные действия в отношении четверых потерпевших, при этом получив от них расписки на дальнейшее сотрудничество и получение оперативной информации от потенциальных клиентов. Злоумышленниками оказались ранне судимый 33-летний уроженец города Саранска и безработный, не судимый 23-летний уроженец города Омска. Проверка показала, что эти люди не были сотрудниками внешней разведки и в базах не числятся. Уроженец города Омска Редактор субтитров А.Семкин